Девушки отдыхают 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 о какой пицце говорила Анита. Итальянский вариант, где много сыра. Безусловно, никакие фрукты и овощи за ней не угонятся, но в принципе можно сделать тоже вкусное блюдо, и оно будет намного менее калорийным. Но ты знаешь, в мечтах смотрю на свою вонту. Я готова уже уходить. Анит, давай ты попробуешь и скажешь. Такая же она вкусная. Есть только одна надежда. Знаешь, когда делаешь что-то своими руками, то оно тебе начинает казаться вкусным. Так. Поэтому я думаю, что эта пицца может оказаться примерно чем-то подобной. на мою любимую пиццу Маргариту. А давайте спорить. Спорить. То есть ты утверждаешь, что такая пицца, приготовленная по твоему рецепту, низкокалорийная, будет такой же вкусной, как любимая пицца Аниты? Я не знаю, какую пиццу ела Анита, но я уверяю, что тебе будет вкусно. Спорим? Слушай, ну спорим. Я понимаю теперь, почему мужчинам так сложно Аните угодить. Потому что только посмотрела, уже куча претензий. Давай-ка придумаем такой, знаешь, спор, чтобы Аниточке пришлось не сладко. Давно я уже об этом думаю, на самом деле, учитывая прошлое славное Аниты, связанное со словом стрип. У тебя было прошлое связанное со словом стрип? Стрип. 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 Мэр. Если вы хотите делать это лучше, чем Сережа Калинин, заходите на наш сайт, найдите эту встречу и разучите несколько упражнений, которые не только красивые и соблазнительные, но еще и очень полезны. Скажи да просто. А мы все за! А мы все за! Двумя руками! Поэтому да! Эх, тряхнем стариной! Слушай, ну с другой стороны, если ты выиграешь, Аниточка, а пусть и он танцует стрип-дэнс. Хорошо. Если ты уверен в том, что твоя низкокалорийная пицца так же вкусна, как традиционная, соглашайся! Так же крута, как мой стрип-дэнс! Давайте, я разбиваю. Договорились. Танцоры, диско. Папа! Ой, кто-то все равно будет танцевать. А теперь поехали готовить, уже не терпится попробовать. Два вида муки, обычная и цельнозерновая, тыквенное пюре, самая обычная тыква, отваренная и перетерта, перебитая в пюре. Немножко добавим куркумы для цвета, зеленые оливки, помидор, орегано, грецкий орех, куриная грудка, немного разрыхлителя и замечательные зеленые компоненты, кстати, которые, я уверен, придадут еще большую ноту здоровую нашему сегодняшнему блюду. Анечка, ты в это веришь, да? Ну, посмотри на это. Конечно, верю. Боже, сколько пессимизма! Ты вообще нас не любишь! Слушай, ну, питаться каждый день правильно для того, чтобы иметь возможность потом скушать действительно что-то такое как Наполеон. Наградить себя. Ну, приятное, что-то вкусненькое. Да, жизнь на контрастах. Я считаю, что это очень хорошо. Жизнь на контрастах. Жизнь на контрастах. И тут вот это опять делать с пиццей. И для контраста еще мы представим, что у нас есть высоковитаминная зелень, это руккола, а про шпинат я вообще молчу, это кладезь всего. Хорошо бы начать готовить. Давайте. Так, это была белая, а вот это у нас цельнозерновая. У них немножко разная толщина помола. Добавляем примерно одну чайную ложку разрыхлителя, ну, примерно чайную ложку куркумы для цвета. Как раз за счет того, что мы пиццу не очень долго будем запекать, и она не успеет набраться своего естественного такого золотистого цвета, куркума поможет вот этот цвет сделать более приятным. Немного соли. Так, Надюша, я тебя попрошу пока нарезать филе тонкими слайсами, как мы часто делаем. А я, а я. А ты. Помидор нам нужен полукольцами. Сначала вырежем серединку. Я так понимаю, что еще одно преимущество этой пиццы, что ее готовить быстро. Здесь нет дрожжей, поэтому нам нет необходимости, чтобы тесто доходило. А тыква? Это же кладезь витаминов, полезных веществ. К тому же, это настолько доступный, традиционный для Украины овощ. Я уверена, что в каждой семье зимой и до весны обязательно есть тыква. Но зачастую уже настолько скучно готовить обычную тыквенную кашу, например, а тут пицца и тыква. Я, например, в восторге. Я не вижу, чтобы ты была в восторге. Я не в восторге. А ты не в восторге. Все ясно. Ну, Анита у нас традиционалист. Слушай, так откуда же все-таки у тебя такой необычный рецепт? Где ты? Ну, я не так давно был в Италии. Я уже рассказывал про кулинарную школу. У нас был там специальный отдельный класс по пицце. Это было очень весело. И на самом деле, вот эту пиццу придумал я сам на основе каких-то знаний, экспериментов, которые мы в самой школе проводили. А ты делал вот это вот, то, что они делают в печи, вот как красиво? Так, и теперь нам необходимо сюда добавить тыквенное пюре. Мы готовили маффины, мы готовили запеканки с тыквой. И всегда вкус тыквы вот в этих изделиях, уже обработанных, он практически не чувствуется. Зато есть очень нежная, мягкая консистенция и яркий цвет. Я лично за. Сереженька, ты так славно вымесил тесто. Оно должно получиться таким довольно упругим, но тоже мягким, чтобы можно было рассказать. Да, мягким. Это, в принципе, не такое крутое тесто, как получается на пиццу. Так, друзья, у нас есть сковородка. О боже, мы что-то будем жарить? Мы будем, скорее, даже прогревать на сухой сковороде, поскольку мы не используем масло для жарки, а значит, не жарим. Чтобы она была диетической. Конечно. Надя, тут нужно сделать нам еще предварительно одну операцию. Вот так вот посыпем чуть-чуть. Вот мы сейчас готовим, можно сказать, альтернативную пиццу, да, тыквенную, а я вспоминаю Ольгу Измитинову, чемпионку по бодифитнесу, которая учила нас готовить еще одну альтернативную пиццу, помните, с коржом из куриного филе. Корж состоял из мяса, в виде коржа, и сверху овощи, немного сыра. Это очень вкусно. Так, жарим без масла. Но от этого куриное мясо не станет суховатым? Нет, ну, в нем есть сок. На самом деле, таким образом, мы удаляем лишнюю влагу из мяса, которая, в принципе, эта влага будет мешать при запекании. То есть, когда у нас уже мясо будет накоржать. Или с сухеньким мясом сверху. Нет, оно не успеет быть сухеньким. Нет, ну, мы же знаем этот секрет. Мы просто запечатаем сок внутри, чтобы при выпекании он не вытекал на корж и не делал его слишком влажным. А чтобы сок мясной остался внутри, это было бы очень вкусно и красиво. Сережа, вот ты чувствуешь, что я тебя поддерживаю. Я как-то за твою пиццу. Ты просто пикву любишь. Давай так. Мне кажется, что Сережа, если бы не проверил эту пиццу на вкус и не был бы уверен, что она такая же прекрасная, как традиционная, он бы не пришел к тебе с этим рецептом. Ведь он очень хочет увидеть твой стрип-дэнс. Ой, Надя, хочет увидеть мой, а увидим мы его. Долго будем? Нет, на самом деле, только для того, чтобы мясо стало белого цвета. Вкусно пахнет. Да, отлично. Слушай, а может, духовку включить? Ты говоришь, что мы запекали? Давай, включаем духовку, градусов на 200. Сережа, что с орехами делать? С орехами мы сделаем соус а-ля песто. Ага. Мы будем использовать способ. Правда, там не будет сыра и там не будет чеснока. А так, в принципе, тоже самое. Только хотела сказать, что соус песто – это один из моих любимых соусов. Можно снимать уже мясо. Как быстренько. Начинаем делать соус. Нам понадобится емкость, погружной блендер. То есть этот соус мы будем использовать вместо сырного соуса, который в пицце бывает, да? Вместо помидорного, наверное. Вместо помидорного, да. Так, отправляем шпинатика, отправляем базилик, руккола, орехи. Вот это я думаю, что ты точно одобришь орешки. Жирненькие орехи. Ну, немного. Я положил граммов 30, не больше. Так, ну и, конечно же, немного лимончика. Ну и, конечно же, мы будем использовать растительное масло. Как же без него можно сделать соус? Для приготовления своих блюд я всегда выбираю масло высокого качества. В нашем случае я использую купаж подсолнечного и оливкового масла. Благодаря этому наши мы блюда получатся невероятно вкусными и приобретет аппетитный аромат средиземноморской кухни. Добавим немного соли. Из двух столовых ложек купажа подсолнечного и оливкового масла у нас получилось вот такое количество соуса, примерно треть стакана, которого хватит нам на пиццу 100%. Это очень вкусно. Я хочу сказать, что этот соус замечательная альтернатива другим соусам, более жирным, более плотным. Отлично. А как мы будем его использовать в нашей пицце сегодня? Мы будем использовать его сразу непосредственно на тесто, поэтому нам нужно раскатать пласт теста. Можем это делать? Да. Давай. Так, вот наше тесто. Стало эластичным таким, да? Эластичным. Нам понадобится немного муки, чтобы мы могли подпылить стол. Так, нам нужно противень подготовить, Надюша, и застелить туда пергамент. Я этим займусь. Давай. Слушай, ну оно прям красивенькое. То есть вот таким образом. Пока Сережа раскатывает тонкий-тонкий пласт, что на тебя произвело впечатление в Италии, кроме вкуснейшей пиццы? Наверное, самым большим моим удивлением было, когда я вошла в магазин с мороженым, а мороженое в Италии такое, они не шариками, как у нас, набирают и выкладывают, а его намазывают лопатой. Оно прям, прям вот так вот, идет маленький рожок, и вот столько тебе кладут сверху этого мороженого. Моим самым большим удивлением было, когда я увидела мороженое со вкусом хурмы. Я просто, я хурмоед. Вот, поэтому я, ну, я не могла набрать 150 видов этого мороженого. Я выбрала там какое-то банановое, шоколадное, что-то еще. Но это хурмовое мороженое, оно мне просто снится. И я, знаешь, я прям... Есть повод еще раз поехать в Италию. Просто, чтобы его попробовать. Очень мне понравилось в Италии, когда в целом ресторане сидит огромное количество взрослых пар. Да. Мужчина, женщина, видно, что они путешествуют. И причем это так вот, парочка с парочкой, еще с парочкой. Глаз радуется, когда взрослые люди не сидят дома, а пьют вино. Кстати, на меня произвели впечатление итальянские женщины. Обувный магазин, и она сидит, такая в возрасте дама, вот так вот ногу на ногу, и вокруг нее носится этот продавец с обувью. Вот такое впечатление, что она пришла просто сюда отдохнуть. Ну, настолько женщины уверенные в себе, я не знаю, говорят, что итальянские мужчины маменьки и сыночки, а итальянские женщины могут этими мужчинами помыкать. Сереж, тебе не показалось, что итальянские женщины ух в этом смысле? Абсолютно точно. Вот почему многие итальянцы хотят жениться на украинках, потому что украинские женщины более покладисты. У меня друзья итальянцы, моя подруга вышла замуж за итальянца, и мы как-то приехали в гости к его маме. У меня было большое удивление, что бабушки итальянские, точно такие же, как наши бабушки, и мы заходим, естественно, наставляется на стол куча всего, и она такая домашняя колбаска, но колбаска совершенно другая, то есть она такая более красная, знаешь, вот на какой-то итальянский манер, но очень похожа на нашу. И такая помидоры вяленые, сама сушила. Это так, ну как-то вот бабушка, но все какое-то как с магазина. Что еще такого ты любишь, что не порекомендовала бы есть людям, которые не хотят поправиться? Люблю что-то, шоколадный фондан. Люблю так, чтобы с мороженым. Недавно я как раз в ресторане, когда я сказала официантке, мне, пожалуйста, шоколадный фондан, она сказала, с мороженым? Анита, вы едите десерты? Но у меня есть правило, если я вдруг сижу не одна, то всегда я говорю, мне, пожалуйста, и две ложечки. Всегда все равно кто-то тебе поможет съесть, и это всегда хорошо, потому что что сам целый десерт съешь, что на двоих, в принципе, все равно кайф, удовольствие одно и то же. Мне вот это напомнило историю, когда женщины, приходя в паре с мужчиной в ресторан, ой, я себе там кусочек чего-то там закажу, и потом такая рука в тарелку к мужчине. И я знаю, что мужчин это жутко раздражает, Сереж, ты из таких мужчин. Надя, ты надавила на мою больную мозоль. Ты тоже это не видишь? Я ненавижу это. Мы можем сейчас намазывать соусом уже сверху. Где же, где же мой томатный соус? Ты понимаешь, да, что ты делаешь шаги, которые просто тебя заставят танцевать. Да ты сам ее попробуешь и скажешь, Анитка, я станцую. Я станцую. Спылил. Можно я потанцую, скажите? Эту пиццу прежде всего можно есть глазами. Необыкновенно яркая. Желтый корж, зеленый соус, красные помидоры. Ну, я называю это пиццей светофор. Пять помидорчиков по кругу, один в центре. Сереж, а с чем ты любишь пиццу? Я на самом деле люблю пиццу с пепперони. Остренькая. Остренькая. С салями. Да. Надюш, а ты с чем любишь пиццу? Побольше мяса. Мне кажется, если есть пиццу, пусть там будут разные. И колбаски, и салями, и балычок. И побольше, побольше. И я так понимаю, что свежую зелень мы положим, когда уже пицца будет практически готова. Да, конечно, чтобы у нас освежить ее и вкус, и вид. Мы можем отправлять ее в духовку? И отправляем тыквенную пиццу в духовку... На 15 минут примерно. Пицца будет готовиться 15 минут, а потом Сережа раскроет еще нам несколько секретов. И очень скоро мы узнаем, кто же будет танцевать сегодня. Сережа или Анита? Так я сразу могу сказать Се-режа. Сережа будет танцевать. Для того, чтобы окончательный вид на весе нашей пиццы, мы знаем, что используем зелень. Ее надо использовать свежей. И финальный штрих, как всегда это делают братья-итальянцы. Буквально. И готово. Готово, да. В принципе, я, может быть, даже совсем сейчас придам еще чуть-чуть вкуса. Ой, не спасай ситуацию, Сереж. Да ладно. Просто иди танцуй. Чтобы я не говорила «Ммм, невкусно». Ты можешь просто пойти станцевать, и мы так красиво. Только с тобой. Но мы не против танцев и даже не против поцелуев, но нам всем очень хочется узнать, действительно ли эта пицца вкусная. И мы ее попробуем буквально через минуту, а я пока напомню, как мы ее готовили. Возьмите тыквенное пюре, пшеничную муку, обычную, цельность дырновую, разрыхлитель, куркуму, соль, купаж подсолнечного и оливкового масла, грецкие орехи, орегано, базилик, шпинат, куриное филе, помидоры, листья салата и руколу. Отваренную тыкву измельчите в пюре. Смешайте оба вида муки, разрыхлитель, соль, куркуму, тыквенное пюре. Замесите тесто. Для соуса измельчите орехи и зелень в блендере. Добавьте купаж растительного и оливкового масла, сок лимона, соль и специи. Взбейте до однородной консистенции. Тесто раскатайте в пласт. Сверху выложите начинку. Помидоры, оливки, предварительно обжаренное куриное филе. Выпекайте пиццу при температуре 200 градусов в 15 минут. Достаньте из духовки, украстье листьями салата и руколой. Я даже не знаю, что больше сейчас интересует наших зрителей и гостей. Кто будет танцевать? Сережа или Сережа? Или какова на вкус эта пицца? Ну, Анит, я знаю, что ты девушка достаточно строгая. Внешне тебя это впечатлило, то есть тебе нравится. Глаз радуется. Мне внешне нравится, но я чувствую, что по вкусу не понравится. А я очень хочу попробовать эту пиццу, которая по калорийности не превосходит вкуснейшие свежие фрукты. Какой тоненький пласт теста. Какая ароматная начинка. Анита, я много говорю, потому что я верю в то, что это вкусно. Ну, слово... Я люблю вот такие. Ну, давайте попробуем. Это не итальянская пицца, но это вкусная пицца. Ну, не знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Сереж, как-то... Я знаю. Ты знаешь, танцевать. Хочется потанцевать. Хочется, чтобы ты потанцевал. Я потанцевал. Конечно, кто будет танцевать от меня не зависит, потому что это только Анита на решение, вкусная пицца или нет. Но мне, Сереж, очень нравится. Я и не ожидала, что такой соус сыграет так хорошо в пицце. Корж тоненький, тыквы вкус не чувствуется, просто немножко хрустящий корж, и этот соус, боже, Аниточка. Ну, говори уже! У меня предложение. Давай. Я все-таки доем эту пиццу. А, ура! Ладно, так уж и быть вкусно. Умеешь. Спасибо. Но ты танцуешь вместе со мной. Да кто же откажется от этого против? Ну, я не умею, но я попробую. Ой, сейчас научу. Ладно, будем считать, что у нас ничья. Ю-ху! Самое главное в стриптизе это начать гладить себя так, чтобы тому, кто смотрит, захотелось, чтобы это были его руки. Ставим ноги пошире, то есть все начинается как в занятии обычном. И теперь кладем руки на живот. И начинаем попой восьмерочку. Коленки согнуты. Ну-о-о! Да? Ну-о-о! И начинаем себя гладить. Отличное упражнение для боди. Она хочет потрогать твои плечи, твою бороду. И та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Браво! Привет, YouTube! Хочешь знать много интересных рецептов со всего мира? Подписывайся на наш канал и будем готовить вместе.